Били из-за паркоместа у офиса охранной фирмы Титан Секьюрити Групп пять человек, набросились на мужчину. Видео опубликовали в соцсетях у пострадавшего многочисленные травмы, теперь ему должны сделать операцию. Из-за чего произошел конфликт, смотрите в сюжете далее. На этих кадрах пять человек повалили на землю и бьют мужчину. Все происходит на генерала Бочарова 44А возле офиса охранной фирмы Титан Секьюрити Групп. Пострадавший Евгений говорит, все началось с того, что он просто занял свободное место на парковке, затем подъехал черный Порш, водитель которого набросился на мужчину, угрожал и стрелял в воздух. Пустиг, взял себе почту и пішел. Через три хвилини вийшов. Мой рабочий автомобиль был заблокован из-за этого Порше. Я подошел до машины, водитель Порше спросил, что борзый, и на них удар сразу правой рукой. Я в ответ достал газовый баллончик и пшикнул ему в обличье, а после этого все четверо охраны взорвались на меня. После драки Евгения сразу забрала скорая. У мужчины многочисленные травмы и сотрясение мозга. Теперь ему должны сделать операцию, чтобы восстановить поврежденный нос. Стан его покращился, но ему еще будет нужна операция в связи с переломом кисток носа. Евгений, майор Запаса, с 2014 по 2017 защищал независимость Украины на Донбассе. Его родственники в шоке. На войне мужчина не получил таких травм, как здесь. По факту драки уже написали заявление в полицию. Ведомости за данным фактом внесены до единого реестра досудовых расследований за численною 1 ст. 125 Криминального кодекса Украины. В рамках проведения призначена судовая медичная экспертиза, которая установит ступень тяжкости, причиненных потерпелем и телесных ускорбов. Жена Евгения опасается, что дело могут замять, поскольку, по ее информации, водитель Порш, бывший правоохранитель в открытых источниках, мы нашли, что он был директором охраны фирмы Титан Секьюрити Групп, возле офиса которой все произошло. Уже вечером к офису охранной фирмы пришли друзья пострадавшего участника АТО. И просто люди, возмущенные ситуацией. На генерала Бочарова собрались несколько десятков человек. Они хотели встретиться с директором фирмы и получить от него объяснение случившегося. Однако по телефону он сказал, что находится в Киеве. Я с Киева выезжаю, дружи, давай. Я не успею физически, просто не успеваю. Я же не прячусь, я же нормально. Сотрудники фирмы закрылись в офисе, что возмутило некоторых из пришедших. Кто-то даже спустил колеса, стоящие рядом машины с логотипами Титана, и облил ее красной жидкостью, позже приехала полиция. Вызвали даже спецотряд ТОР. Они оцепили авто охранной фирмы, вероятно, чтобы его не продолжили громить. Спустя полтора часа ожидания внутрь офиса опустили жену пострадавшего. В сопровождении полицейских и журналистов ей пообещали организовать встречу с директором уже в эту пятницу, 19 марта. Ксения Сетинская, Евгений Руденко, 7 канал.